добрый день дорогие друзья я приветствую вас на канале чувство знания и сегодня я бы хотел продолжить тему как быть творческим человеком однако в предыдущем видеоролике я обещал что уже буду предметно разговаривать мужчинах и женщинах но к сожалению ремонтаже предыдущих роликов пришлось много материала вырезать поэтому сегодня мне бы хотелось объединить два предыдущих ролика как не быть рабочим человека и как не быть слугой человека в один предыдущем видео у нас был посыл какой изначальный что рабочего человек который становится рабочим человека существует страх пространства а из-за отсутствия внутренних законов то есть средством производства для рабочий является ум и он создает внутренние законы таким образом с помощью ума мы избавляемся от страха пространства и создаем помощью ума какие-то внутренние законы тем самым заполняя внутреннее пространство у него появляется свободное пространство которое он заработал фактически но это свободное пространство владение этим свободным пространством ограниченного времени то есть когда человек покидает рабочие время он с этими законами попадает вот сюда падает теперь у него пространство имеется страха пространство нет но как только у него появилось такое пространство имеющие законы он боится его потерять свободное пространство соответственно почему из потерять потому что у него получается проблема теперь со временем теперь рабочий вынужден добровольно идти на работу с новым страхом страхом времени то есть не пространство теперь у него есть законами проблемы со временем существует чтобы больше заработать уже времени и вот значит с двумя страхами уже человек вынужден бороться то есть бороться практически зарабатывать и служить одновременно на хозяина который становится его уже господином ему надо заработать свободное пространство заработать и заслужить независимое время фактически у него все время не хватает либо пространство либо времени вот у служащие такие же проблемы такие же проблем он когда служащий имея законы внутренние организм дайте этого служения законам этого господина он заслуживает отношение со временем для господина то есть у господина становится больше времени соответственно Господин ему может дать больше времени, а может не дать больше времени свободного служения. То есть независимое время еще лучше стоит. В результате приходит служащий свое, как бы свободное, и обнаруживает там, что он обнаруживает. Время есть, а пространство ограничено, которому это время можно использовать. Ему не хватает пространства. И что делают служащие? У него опять появляется страх. Страх пространства, который сжимается, и сжимается его время, соответственно. То есть времени становится меньше. Служащий идет опять служить закону, но вместе с тем ему приходится работать. Я хотел сделать позитивный сегодня ролик. Но ролик такой позитивный у меня не получится, потому что тема такая сложная к восприятию. Потому что мы не хотим этому верить. Не хотим считать себя рабочими, служащими, которые зарабатывают пространство для хозяина или заслуживают время для господина. Для себя остаются какие-то крохи. Какое-то там пространство в конечном итоге нам дают собственность. И время небольшое. Это тупиковый путь. Путь рабочего и путь служащего. Тупиковый путь. Ну, самое большее, что вы можете на этом пути достичь, это в конечном итоге стать хозяином пространства какого-то, собственником. Или господином времени. Когда у вас его будет много, да? То есть оба, обе эти величины, господин и хозяин, к ним прийти достаточно просто проблема. Изначально проблема была со страхом. Мы не можем все справиться со своими страхами. Страх пространства и страх времени. И, значит, мы, чтобы выйти из этой ситуации с рабочим и служащим, к чему можем пойти? Каким вещам может быть пойти рабочий, к примеру? Рабочий, если он пойдет по-другому, небольшому пути, по-другому, но очень важному пути. Что делать ему надо, этому рабочему и служащему? Они выходят сюда в свободное пространство, в независимое время. Получают преимущества, как такие тут имеются. Время независимое, а пространство свободное появляется у рабочего и служащего. И что? Ум-то ведь у тебя же свободен в этот момент, в этом времени, в этом пространстве. Очень простые вещи. Рабочие что делают? Служат. Служат людям. Творить добрые дела. А служащий, который попадает в ограниченное пространство, но много у него времени, он что делает? Он совершает какие-то поступки, делает какие-то дела, опять же, добрые, бескорыстно все это делается. И рабочим, и служащим в свободном пространстве и независимом времени для людей. Это важно. Мы хотим что сделать? Что сделать, я там рассказывал. Соединить время. Время с пространством соединить. Мы получим боль, страдания. Ну, мы в жизни это знаем. Когда люди пытаются соединить пространство и время, преодолевая законы, которые сами заработали. Протыкается время, пространство, и пространство разрушается. Если время протнет к пространству, да? Поэтому люди испытывают страх по отношению к времени. То же самое с пространством. Если наоборот, с помощью пространства вникнуть, пройти во время, то то же самое время прерывается. Время разрушается, и люди испытывают страх по отношению к пространству. А два закона совместить пространство и времени Это проблема Большая проблема Как ее будут решать рабочие и служащие Если они будут Служить и работать бескорыстно Один и другой В разных хипостасиях Во времени и пространстве Людям в обществе Миру, природе Что будет происходить в этом случае Они, люди, рабочие и служащие Будут приходить Какие очень важные вещи Когда они творят добро У них будет образовываться Самосознание И осознание Двух важных вещей О которых я говорил в первом ролике Про рабство Они будут приходить к осознанию Морали И к самосознанию Нравственности Или такая термин Существует Как термин Более общий Такой Этика То есть моральный закон Внешний Осознаем И Через самосознание Приходим К внутреннему нравственному закону Вот с этими вещами Когда рабочий придет уже на работу Опять же К хозяину придет А служащий придет к господину Что произойдет Служащий-то уже Не сможет служить Закону господина Потому что На его внешнем Периметре То будет Что будет Моральный закон Который Ему дал Мир Когда он совершал Бескорыстные добрые дела А у рабочего будет Такая же проблема Он приходит на работу И у него внутри Оказывается Что Не те Законы Которые он заработал С помощью лопаты А у него там будет уже Нравственный закон И проблема будет У хозяина У господина Такие рабочие И такие служащие Не будут Эффективно работать За пайку За пайку времени За пайку пространства Понимаете То есть У людей появляется Другая мотивация Вот у этого Рабочего служащего Мотивация Заработать И пространство И заслужить Время Не для того Чтобы потратить Как надеется Хозяин и господин И потом бежать опять На работу Или на службу И бежать И трястись И бояться Потерять Это время Пространство Не для этого Страх исчезнет У них появится Нравственный И моральный закон Внешний А страх исчезнет Они примут Этот моральный Нравственный закон И у них Страх перед господином Перед хозяином Исчезнет Они не будут бояться Ни пространства Ни времени И что будет делать Тогда Хозяин И господин С такими рабочими Служащими Рабочему Он будет Наказывать С помощью чего С помощью ограничения Его пространства То есть будет Уменьшить платить Или так далее Или там еще что-то делать То есть меньше платить У человека появится меньше денег И у него соответственно Уменьшится пространство А у служащего Просто он его ограничивает Во времени В свободном времени Он ему не дает Независимость То есть дальше На моральный Нравственный закон Это две важные вещи Заработать И заслужить Добрыми Делами Бескорыстными Когда у тебя имеется Свободное пространство И независимое время Свободное пространство От ума А независимое У тебя имеется Сознание К чему мы вели Когда мы говорили О чем? О рабстве О рабе Про рабы Раб это тот Кто имеет Независимое Сознание И свободный ум Все Тогда человек Становится рабом Рабом Творца Раб Божий Там еще говорят И мы к такому термину приходим Термин бесстрашие И значит там Ролики которые Промо ролики я сделал Бесстрашные Велком То есть это я и говорю О бесстрашных О людях Которые Имеют Моральный И нравственный Закон Свой собственный закон Который они Заработали И заслужили Добрыми делами Добрыми поступками И так далее То есть вот Когда будет внутри Вот здесь внутри Будет находиться Нравственный закон А здесь снаружи будет Мораль находиться То время это может Может легко сюда пройти Пространство Не разрушая пространство А пространство Может легко Пересечь время Не разрушая последнее Здесь что важно Хотел я отметить Если этот путь Рабочего И служащего Приводит К чему К тому Что этот рабочий Служащий Может двумя путями Быти Либо стать господином Хозяином Пространства и времени Либо стать ремесленником Но В результате Очень кропотливого Труда То есть работы Или служения Он станет ремесленником Это долгий путь И он находится Именно Он находится Путь в пространстве И во времени Длительный путь А мы говорим О творческом человеке Потенциал которого Заложен в каждом из нас И что здесь Какой выход есть Он лежит на поверхности Этого пространства Он лежит во времени Мы его Не хотим осознавать Потому что зачастую Мы подменяем Это понятие И когда-то я сделал Калаш Если я сейчас его поставлю Калаш Тогда получится Он назывался так Радость Это серьезно Когда человек Испытывает Радость Когда он творит Доброе дело Бескорыстное дело Он испытывает радость Вот радость Дает ему возможность Не тратить Пространство И время свое У него Безграничное время становится Безграничное пространство Когда человек Делится своей радостью Сначала он испытывает радость От сотворения Доброго дела А затем он этой радостью Делится В пространстве И во времени Вот радость Объединяет Эти две вещи Понятие пространства Понятие пространства И вот в радости В радости Но у нас Чем подменяется Понятие радости Когда человек По пути Там рабочего Служащего Господина Или хозяина Чем подменяется Подменяется Удовольствиями То есть человек Хочет испытать Какие-то удовольствия Ну эти удовольствия Дают ему Какое-то удовлетворение От того Что он Заработал Укипалки Я же заслужил Ну что я Как хочу Трачу свое время И вот удовольствие И что во время Эти удовольствия Происходит А во время Эти удовольствия Происходит Что Разрушаются Эти законы Которые он Заработал Или заслужил Осознание Закона Во время Эти удовольствия Это разрушается Все Человек Что теряет А мы говорим О радости От сопричастности К событию Событию То есть Ты не знаешь О том В каком Событии Участвуешь Ты не знаешь Какова твоя роль В этом У тебя есть Чувство радости Когда чувство радости Появилось Значит Ты Участвуешь В событии Ты часть события Ты его участник Соучастник Наблюдатель Ты его Может быть Инициатор Вот даже был Когда-то Но ты Часть этого события И вот эту радость Ты получаешь радость Тебе надо Делиться радостью От осознания От осознания Морального закона Тебе надо делиться радостью От От Самосознания Своего Нравственного закона А когда ты будешь Уделиться Когда Свободное Пространство Когда находишься И в независимое время То есть Ты поработал Поработал И у тебя Получился Самосознание Но самосознание Оно не поддается Не для того Чтобы Ты получал удовольствие Более Более Качественное Да Или осознание Тебе дается Не для того Чтобы Ты Удовлетворялся Жизнью Да Более Вкушал ее Вкус жизни Там Это самое Называет Вкус Жизни Понимал Лучше Я жизнь Понимаю Лучше Я все Попробовал Потому что У меня есть Способность К осознанию У меня Развито Восприятие Высоко Развито Восприятие И этими Законами И Принятием Эти законов Не для этого Осознание И самосознание Когда Они находятся В отношениях И связях С пространством Времени Дается для того Чтобы Разделить Радость Осознание Существования Нравственного Закона И этими Законами Поделиться С ближними Людьми Поделиться Через Как поделиться Как поделиться Через Совершение Через сотворение Поступков Добрых дел Для окружающих Людей Бескорыстных Очень важно То есть Вот сегодня Этот ролик Я записал Чтобы объединить Два ролика Предыдущих Про рабочего Тот, кто работает На человека Или тот, кто работает На Тот, кто служит Человеку Чтобы эти два ролика Объединить И показать Что имеется Возможность Имеется возможность Объединить Эти две Вещи Пространство И время Объединить И получится У нас Что-то получается У нас тут Сфера Форма И ваша задача Творческого человека Показать нам Эту форму Это содержание Выразить Выразить В мире В пространстве Во времени Спасибо вам За внимание До новых встреч В следующем ролике Все-таки Надеюсь Начать говорить Предметно О мужчинах И женщинах То есть Это разные Конечно Творческие Начало Мужское Женское С вами был я Виталий Ерофеев Добро пожаловать Бесстрашные Пока Всех благ Продолжение следует